МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый карагандинский в суде работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. В Карагандинской области прошло празднование юбилея одного из основателей степного правосудия и приверженца идеи объединения казахов Бухаржирау-Калкаманлы. На праздник приехали более 10 тысяч человек со всех регионов Казахстана. Снайперы из 12 стран мира будут бороться за звание лучшего. В учебном центре Спаск стартовали традиционные международные соревнования АЛТНК. В церемонии открытия приняли участие министр обороны Казахстана и Аким Карагандинской области. На Карагандинском стадионе «Шахтер» ликвидировали источник радиационного загрязнения. В Караганде провели тактико-специальные учения, в которых приняли участие подразделения государственных органов совместно с военнослужащими Национальной гвардии. В Карагандинской области прошло празднование юбилея одного из основателей степного правосудия и приверженца идеи объединения казахов. В этом году исполняется 350 лет со дня рождения видного казахского деятеля Бухаржирау-Калкаманлы. На праздник, посвященный его юбилею, в Бутагару приехали более 10 тысяч человек со всех регионов Казахстана. Бухаржирауский район в Карагандинской области является единственным районом в республике, названным в честь великого деятеля. На открытие юбилейного торжества приехали гости со всех областей Казахстана. Основное действие праздника развернулось в 55 километрах от поселка Бутакара, где в степи разбили юрточный городок, установили концертную сцену, организовали спортивные площадки, подготовили трассы для национальных скачек. Праздник открыли театрализованной постановкой, которую подготовил коллектив Казахского драматического театра имени Сайкина Сифулина совместно с воспитанниками творческих коллективов поселка Бутакара. Артисты показали исторический момент подготовки войны казахов с джунгарами. Затем со словами приветствия выступила Гульшара Абдекаликова. Она зачитала поздравления от имени президента страны. Уважаемые соотечественники, поздравляю всех вас с юбилеем винного общественного деятеля. Бухажирау является весомой исторической личностью, которая внесла огромный вклад в объединение казахского народа возле правителя страны, защиты казахских земель от захватчиков. В основу сказаний Бухажирау легла огромная мечта обретения казахским народам счастья и гармонии. Его труды и творчество являются одними из самых дорогих богатств для молодого поколения. Аким Каргандинской области Ерланд Кушанов выразил слова благодарности главе государства за поддержку в организации праздника. Глава региона отметил, что 350-летие великого мыслителя Бухажирау-Калкаманулы это праздник не только для жителей региона, но и для всей страны. На наш праздник приехали почетные и известные гости, делегации из Кирику и Мангестауской области. От имени всех жителей региона хочу поблагодарить за то, что провели с нами этот день. Юбилей нашего великого мыслителя Бухажирау – это праздник не только для карагандинцев и повладарцев. Это праздник для всей страны. Слова Бухажирау слышали везде – от Сарыарки до Алатау и Аперау. Он говорил, если все делать во благо народа, то народ будет дружным. Бухажирау мечтал о независимости и единстве своего народа. И его мечты избылись. Мы живем в независимом государстве. Празднование 350-летия Бухажирау не закончится сегодня. Осенью состоится большая научно-практическая конференция. Запланирован еще ряд юбилейных мероприятий, направленных в первую очередь на воспитание у молодежи любви к родине и чувство патриотизма. Он также сообщил, что молодежи необходимо следовать примеру великого философа. Это может стать основой воспитания молодого поколения. Затем на сцене состоялась праздничная концертная программа с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады. Перед гостями выступили Роза Рымбаева, Алтынай Журабаева, Жемеля Беспаева, фольклорный ансамбль из Таджикистана. Академический оркестр казахских народных инструментов имени Татимбета не оставил равнодушным никого. Кроме того, на праздничной площадке представили уникальные экспонаты из музея древнего оружия Астаны. Состоялась выставка прикладного искусства. Среди многочисленных белоснежных юрт прямо в центре расположилась юрта потомков Бухаржирау – семейства Утибаевых. Все родственники собрались за одним столом и вспоминают своего великого предка. Голымтай Бахтиярулы, глава семейства, является 13-м потомком великого Жирау. По словам Аксакала, на сегодняшний день почти не осталось тех, кто пошел по стопам великого предка. Только считанные родственники участвуют в Айтысах и пишут стихи. Но он рад тому, что спустя 350 лет народ помнит Бухара и в честь него устраивают такие масштабные мероприятия. У моего деда Бухара было последнее желание перед смертью. Он хотел, чтобы его похоронили в землях Сырой Арки. По словам деда, если его похоронят где-то в Туркестане, то на этой земле не останется прежнего благополучия. Я очень доволен этим его поступком. Ведь сегодня, благодаря этому, мы все собрались на родной земле моего предка в Сырой Арке и проводим этот великий праздник. Во второй половине дня начались соревнования по национальным видам спорта. Стоит отметить, что организаторы подготовили солидные призы для победителей соревнований. Это и автомашины премиум-класса, и квадроциклы, и бытовая техника. Но главным призом в конном состязании ТОП-байга стала квартира в Астане стоимостью 12 миллионов тенге. Ее обладателем стал владелец какуна-победителя, житель Алматинской области Мейрхан Булгынов. Мероприятие такого масштаба было организовано в рамках реализации программной статьи президента страны Рухани Жангару и позволяет осмыслить духовные ценности, национальные традиции и историю казахского народа через творчество Бухаржирау. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Вандалы в Тимиртау разрушили уличные скульптуры из стеклопластика. Очевидцы сняли на видео, как молодой человек разбивает фигуры, установленные на площади в Тимиртау. Хулиган несколько раз пнул статую девушки в национальном костюме, установленную по проспекту Металургов, после чего оторвал к композиции руку. На следующий день несколько фигур на площади были опрокинуты. В настоящее время подозреваемые в хулиганстве установлены. 16 августа 2018 года выявлен факт повреждения фигур, расположенных по проспекту Металургов, имевших место в ночь на 16 августа. В ходе проведения оперативных мероприятий установлены двое жителей города Тимиртау, несовершеннолетних, которые в настоящее время, по данному факту, начато досудебное расследование по статье 202, часть 2. Это умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, ущерб крупный. Специалисты Центра здорового образа жизни компании ТВКЗ-4 провели семинар на тему профилактики вирусного гепатита. В нем приняли участие сотрудники Карагандинской службы пожаротушения. На семинаре подробно рассказали о мерах предосторожности. Как известно, вирусные гепатиты являются инфекционными заболеваниями. Они поражают внутренние органы и, в частности, печень человека. На сегодняшний день это заболевание актуально среди населения. В связи с этим активно ведется информирование жителей. Для всех типов инфекции гепатита существует ряд правил, соблюдение которых поможет избежать недуга. Рекомендуется пить только кипяченую воду, минимизировать питание в общественных местах, соблюдать правила гигиены. Сегодня Центр здорового образа жизни ТВКЗ-4 провели семинар на темы профилактика здорового образа жизни, профилактика поведенческих факторов риска и профилактика вирусного гепатита. Сейчас проходит месячник по профилактике вирусного гепатита, поэтому мы проводим семинары и лекции именно на эту тему. Из всех форм вирусных гепатитов гепатит А является наиболее распространенным. От момента заражения до появления первых признаков болезни проходит от 7 до 50 дней. Врач напоминает, что вирусный гепатит А передается через продукты питания и воду, а также контактно-бытовым путем. Первыми симптомами является температура, рвота и боли в животе. Также специалисты призывают своевременно получать вакцину и обслуживаться только в лицензионных медицинских учреждениях. Чтобы избежать вирусного гепатита, для начала нужно обязательно придерживаться здорового образа жизни. Также советую ходить только в проверенные салоны красоты, где тщательно стерилизуют все необходимые вещи. Салонные инструменты порой являются главным источником заражения данного заболевания. Не стоит забывать, что несмотря на существенные различия в способах передачи, все вирусы оказывают воспалительные действия. Также все они негативно сказываются на состоянии здоровья. По словам организаторов, такого рода семинары проходят часто. В будущем планируются встречи с военнослужащими. Продолжаем выпуск. В Караганде идет активная подготовка к священному мусульманскому празднику Курбанайт. В этом году он начнется 21 августа. В областной мечети рассказали о том, есть ли особые правила жертвоприношения и как ведется подготовка к Великим Дням Правоверных. Закалывание жертвенного животного для мусульманина, имеющего материальный достаток, является обязательным. По традиции приносятся в жертву верблюды, коровы и овцы. Один баран или одна овца жертвуется одним человеком. Что касается верблюда или крупного рогатого скота, их можно принести в жертву за семерых человек. Кроме того, животное для Курбанайта должно достигать соответствующего возраста и быть стопроцентно здоровым. Каждый год мы празднуем Курбанайт на высшем уровне. Совместно с главным муфти в этот священный праздник организовываются различные мероприятия. Пользуясь случаем, мы призываем родителей в день праздника привезти своих детей в мечеть. Для них подготовлена специальная развлекательная программа. Возле мечети расположатся батуты, аттракционы и будут вручены подарки маленьким гостям. В городской мечети Аль-Машани проводится специальная акция, приуроченная к священному празднику. Здесь все бараны для жертвоприношения стоят 25 тысяч тенге. Мясо жертвенного животного желательно разделить на три части. Одну часть нужно оставить себе на нужды семьи, вторую часть оставить в качестве угощения для гостей, ну а третью раздать неимущим. Также жители города могут принести в жертвы животных в специально подготовленных местах. Среди них в оптово-розничном рынке Тулпар и на территории напротив мечети Балакажи. Здесь же желающие могут получить списки нуждающихся. В прошлом году по акции бараны продавались по 22 тысячи тенге. В этот раз чуть подороже. Но самое главное – животные крупные и здоровые. Торговцы привозят их с разных аулов и районов. Это все не в целях бизнеса. Они тем самым тоже хотят стать частью благого дела. По словам знатоков ислама, жертвоприношения нужно совершать после праздничной молитвы до захода солнца третьего дня. Кроме этого, на территории городской и областной мечети планируется построить юрты, провести ярмарки, накрыть праздничный стол и устроить состязания по национальным играм. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовали международные соревнования «Алтын-Экэ-2018». В течение пяти дней в учебном центре «Спаск» снайперы из 12 стран мира будут демонстрировать свой профессионализм и вести борьбу за кубок. Торжественную церемонию открытия посетили министр обороны Нурлан Ирмикбаев и Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Нынешние соревнования снайперских пар «Алтын-Экэ» самые масштабные за десятилетнюю историю. За кубок и признание коллег будут бороться 26 команд из 12 стран мира, в числе которых объединенные Арабские Эмираты, Китай, Италия, Индия, Россия, Великобритания и другие. Для того, чтобы поприветствовать иностранных военнослужащих на земле Сарарки, в Караганду прибыл министр обороны Нурлан Ирмикбаев. В своей речи министр подчеркнул, что соревнования поспособствуют укреплению дружеских связей между странами-участницами. Дорогие друзья, на этих соревнованиях собрались лучшие снайперские пары каждой из стран-участниц. Это означает, что мы увидим серьезный накал страстей и спортивный азарт. Это должно сделать соревнования зрелищными. Мы постарались создать необходимые условия для того, чтобы участники продемонстрировали свои высокие профессиональные навыки, проявили боевое мастерство в атмосфере дружбы и взаимного уважения. С приветственным словом к снайперам обратился и глава региона Ерлан Кошанов. В первую очередь приветствую на Карагандийской земле лучших стрелков, принявших вызов отстаивать честь своей страны. Также хочу поблагодарить за участие международных наблюдателей. Я рад, что «Золотая сова» становится традиционным ежегодным праздником военного искусства и привлекает с каждым годом все больше внимания. Это для нас, для карагандинцев, большая честь и большая ответственность. Открытие традиционных соревнований прошло с присущим им размахом. Были продемонстрированы показательные выступления отряда специального назначения. Зарубежных гостей радовали народными танцами и песнями. Наши соотечественники к масштабным соревнованиям готовились более трех недель. В прошлом году казахстанцы заняли первое место. И в этом году у нашей команды боевой настрой. Ожидания самые положительные. Должны победить. Тем более после такого открытия. За планку подняли. Проигрывать нельзя. Соревнования продлятся до 25 августа. В течение этого времени участники должны проявить психологическую и физическую выносливость, меткость, а также готовность к отработке задач в сложных условиях. Стоит отметить, что команды прибыли в Казахстан собственным оружием. Это уравнивает шансы участников. Скорость и точность – два главных критерия оценки профессионализма снайперов. Главным судьей соревнований стал Нариман Акимниязов, возглавляющий Казахстанскую ассоциацию практической стрельбы. Профессионализм снайперских пар в данных соревнованиях оценивается по нескольким параметрам. Но прежде всего, так как они снайпера, оценка происходит по параметру превалирующему – это точность. В составе упражнений, которые будут выполнять ребята в течение недели, есть отдельные упражнения, которые являются приоритетными. Это также будет влиять на общий результат как членов команд, так и команд в целом. Перед началом соревнований участников проверили на наличие обязательных элементов экипировки. Их ни много ни мало – 19. Это оружие в виде винтовки, пистолета, гранаты, ножа, а также компас, малая пехотная лопата, аптечка, спальный мешок и многое другое. В программе соревнований предусмотрено 13 упражнений, которые отличаются по степени сложности и отведенному времени. В число фаворитов входят команды из Китая и Белоруссии. Большие надежды возлагают на отечественных снайперов. В текущем году за соревнованиями будут наблюдать представители Южной Кореи, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Токжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На карагандинском стадионе «Шахтер» ликвидировали источник радиационного загрязнения. В Караганде проведены тактико-специальные учения. В ликвидации чрезвычайной ситуации приняли участие все подразделения государственных органов совместно с военнослужащими Национальной Гвардии. Во время футбольного матча поступают сообщения о заложенном на стадионе радиоактивном устройстве. На место оперативно прибывает подразделение РХБ защиты Национальной Гвардии. Выставляется оцепление, эвакуируются футбольные команды, зрители и персонал стадиона. Каждый эвакуируемый проходит обследование дозиметрическими приборами. Все это элементы соревнования на первенство Национальной Гвардии. В военном ведомстве отмечают, что активизация работы подразделения радиационной, химической и биологической защиты не случайна. Ну, это связано с тем, что сами знают, что в мире, так скажем, идут процессы, которые, негативные процессы, связанные с террористическими актами. Даже по опыту сирийской компании, иракской компании, сами знаете из пресса, что в Сирии, в Ираке имеется факт применения химического оружия, отравляющих веществ, имеются факты кражи радиоактивных материалов. Сейчас в Сирии проходит процесс ликвидации террористических ячеек. И все люди, которые, возможно, участвовали в террористической организации, могут приехать на территорию Казахстана. В учебно-методических сборах принимают участие руководители подразделения РХБ защиты всех войсковых частей Национальной гвардии. В составе команд – военнослужащие по контракту. Отрабатываем в течение 15 дней, практически в полевых условиях, приближенные к бою. Как говорится, тяжело в учении легкого бою. И проходим эстафету, которую мы проводили в субботу. Сдавали практически по расчетам каждого. Целью тактика специальных учений ставится отработка практических совместных действий служб гражданской защиты Карагандинской области, подразделений Национальной гвардии и территориальных подразделений государственных органов по ликвидации ситуаций, связанных с обнаружением радиоактивных источников. Организаторы отмечают, что все подразделения справились с задачей на отлично. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстер. Субтитры подогнал «Симон»!